Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Если Христос рождён от Духа Святого, не пребывал ли Христос уже в Духе Святом до крещения и сошествия на Него Оного в виде голубя? Ну, конечно, вы правы, тут даже ваше предположение совершенно не достойно божества. Может быть, он не так уж был слаб и раньше до видения открытого Иоанну Крестителю. Несомненно, Господь Иисус Христос всегда тот же и вовеки, и прежде своего воплощения, и прежде своего крещения от Иоанна в Айрдане, и по воскресении и вознесении своём есть один из тропарей, составление Иоанна Дамаскиным преподобным, который священник произносит при начале всякой божественной литургии, совершая кождение вокруг престола. «Во гробе Плотске, во Аде же с душею, яко Бога, в Раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христе с Отцем и Духом, вся исполняя неописанной». Как свидетельствует Четвёртый Вселенский Собор, однажды во чреве Пречистой Девы Марии под сердцем своей Пречистой Матери Божество соединилось с человечеством, Слово стало плотью, и соединение это имеет свои определённые свойства – неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Никогда Божество и человечество во Христе, однажды соединившись в момент Благовещения и принятия Девы Марии Благовестия Архангела, нашествием Духа Святого, стало реальностью. Это чудо Боговоплощения, о котором пока ещё знает только она. И поэтому предположить, будто до крещения, до явления голубя Иоанну Крестителю над Господом Христос был не вполне в единстве с Отцом и Духом, своим Божеством, грешно и стыдно думать так, потому что и в младенчестве, и в отрочестве, когда в 12-летнем возрасте, оставленный в храме Иерусалимском, отвечает он своей причистой матери, «Зачем вам было искать меня? Я там, где дом Отца моего». Когда она сказала, мы с Отцом тут переживаем, ищем тебя, его и сознание, и его подлинное единство с Отцом и Духом пребывают нерасторжимыми всегда. А то явление, Богоявление, называемое в Церкви как праздник крещения, в котором Отец является Словом своим громогласным, указывающим на Сына Своего возлюбленного. Сам Христос, второе лицо Пресвятой Троицы, являемый на Иордане, начинающий свое общественное служение по достижении 30-летнего возраста земной жизни, и полнота Троицы в данном случае, ее явление доставляется и видением Голубя, сходящего на крещаемого Иисуса, что являлось обетованием Иоанну Крестителю, чтобы он, сам предчувствуя и предуказывая явление Спасителя, вполне признал и другим проповедовал то, что открыл ему Бог, Бог наш, Пресвятая Троица, в служении Личности Господа Иисуса Христа. Так что это не для Христа был голос и видение Ангела, и видение Голубя, и Дух Святой вовсе не стал голубем и не обновил каким-то образом всегда себе тождественного Бога-человека, но явился знаменем как раз для человечества, о чем Иоанн Креститель и засвидетельствовал, о чем и проповедовал, о чем и подтвердил Господь Иисус Христос, что если бы вы, иудеи, когда они спрашивали Его о том, какой силой Он совершает то, что совершает и призывает к себе как Спасителю мира, Господь как раз и спросил свидетельство Иоаннова, признаете ли вы как божественное, либо Он что-то по своему, по человеческому пристрастию что-либо проповедовал, и они не могли перед очевидным совершенством земной жизни, Богу преданности Иоанна Крестителя обличить его в этом. И тогда законный вопрос Господа, почему Ему не последовали, почему не признаете во мне то, что проповедует и на что указывает Иоанн Креститель. Так что это было весьма спасительное для человечества явление Духа в момент выхода Господа Иисуса Христа на общественное служение, но оно не являлось чем-то принципиальным или освящающим для Бога-человека, пришедшего исполнить свое спасительное для человечества служение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok